Ворачивание перчика и скотчика мой опыт вот он Евгений Щердков заказал уже вязал косточки персика, сделал сертификацию, посадил, ну где он ее забыл, сейчас, выросл саженец, один из них на третий год, был первый урожай, вот заметит, на третий год, у Чернобаева он за первое врач у меня начал скотчика выращивать, да и саженец урожай, материал мой, а выращивать скотчика начал у него на третий год плоды, и вот тоже третий год, вот, кстати, как было, что интересно, вот я всегда берегу, да, я с перскими знаком, потому что я выходил с западной Украины, и мои родители вырастили персиков в сад, уже в Хельсовской области, да, вот, о прививках, они сейчас иначе такое, понимаете, ну персики скромные, вот такие получили, вот, но я о другом, я не представляю, как можешь получить, если даже 10-20 раз пересеивать третий раз, как можно получить дикий персик, ну еще иногда миндаль называется диким персиком, вот, прививать почти никто не умеет, мои персики разошлись в этом, ну даже все сеянцевые персики, которые мои растутся, крупнее моих, привитых, вот так вот, теперь смотрим дальше, рассказываю о своем опыте, мой онлайн дневник, ну, я не знаю, как, открывать уже не будем, почему, потому что там дальше пойдет фильм, а фирмы у нас запрет, ну, плохо влияют на это самое, ну, я взял прям с картинку, смотрите, ну, прям сфотографировал с экрана, нормально, вот мои персики, вот, а еще, когда люди убедились, что персики начинают покорить Россию, вот, получилось, как-то леса про виноград у басни зуба, зато они невкусные, зато они мелкие, не, мы не будем врать персики, мелочь, невкусная, ни за что, не, не было, нормально.